Всем панкейк! Современный крокодил напугает любого человека, однако в мезозои водились такие страшилища, которых боялись даже самые свирепые динозавры. Одним из таких чудовищ был доисторический крокодил Сарказух. Его также часто называют Суперкроком или Суперкрокодилом. В этом видео мы расскажем об этом монстре, а в конце мы расскажем о ближайшем родственнике Сарказуха, представители которого живут на Земле даже сейчас. Так что смотрите видео до конца. История этих гигантов начинается около 113 миллионов лет назад. В то время мир был совершенно другим местом. Южная Америка и Африка были единым континентом, а на месте нынешней пустыни Сахара располагалась цветущая тропическая равнина, которую пересекали множество полноводных рек. Именно эти теплые воды и облюбовали сарказухи. Несмотря на внешнюю схожесть с крокодилами, эти древние присмыкающиеся вовсе не являются крокодилами, они принадлежат к фолодизаврам – сестренской группе современных зубастых присмыкающихся. Впрочем, самому сарказуху было глубоко наплевать на запутанные родственные связи, он просто уничтожал все, что попадалось у него на пути. Впервые останки древней рептилии были обнаружены в 1950-х годах в Алжире и Тунисе командой исследователей во главе с французским палеонтологом Альбертом Феликс де Лапарентом. В 1964 году, в году Фауа, был обнаружен сохранившийся череп сарказуха, который был немедленно отправлен в Париж для дальнейшего изучения. После их изучения существо назвали сарказух, что по-гречески означает «крокодил, обожающий плоть». Несмотря на солидный возраст – более 100 миллионов лет – многие останки огромных крокодилов сохранились весьма неплохо. Благодаря ним современные исследователи сумели воссоздать точный облик сарказуха. И надо отметить, что выглядел ящер внушающе. Разные методы оценки дают очень большой разброс результатов, но пугают они все одинаково. Длиной – более 40 футов и массой около 8 тонн. По размеру рептилоид напоминал городской автобус, разве что немного пониже. Для того, чтобы было легче представить, одна лишь пасть этого зверюги была соразмерна росту среднестатистического человека. Неудивительно, что с такими мощными челюстями этот крокодил мог нападать не только на мелких и крупных рыб, но и на динозавров, а также на несколько древних видов крокодилов, которые обитали поблизости. Этот ящер имел массивный череп, который заканчивался большим носом картошкой и рожками на каждой стороне ноздрей. Доисторическая рептилия была покрыта от головы до хвоста остеодермами – кожными окостенениями длиной до 1 метра. Подобное покрытие было своеобразным аналогом рыцарской брони. У сарказуха все туловище было покрыто этими пластинками, за исключением конца его хвоста и передней части головы. Такое тяжелое обмундирование лишало хищника маневренности и скорости передвижения, но зато надежно защищало от неблагоприятных условий окружающей среды и увеличивало его шансы на выживание в тот крайне опасный период жизни на земле. Интересным было строение зубов гиганта. Клыки сарказуха были не такими большими и острыми, как у современных крокодилов. В целом длина их клыков достигала примерно 15 сантиметров, однако этого было более чем достаточно, чтобы вкусно перекусить. Самый большой из найденных черепов сарказуха достигает в длину 1 метр 78 сантиметров, при этом на узкие челюсти приходится около 1 метра. Общее количество зубов – 132, по 35 с каждой стороны верхней челюсти и по 31 на нижней. Длина очень острых конических зубов варьировалась от 12 до 17 сантиметров. Они отлично подходили для прокалывания рыбьей чешуи. На верхней челюсти несколько наиболее крупных зубов образовывали полукруг, играя роль своеобразного крючка, с помощью которого рептилия впивалась в крупных жертв. Верхняя, более длинная челюсть перекрывала нижнюю, когда пасть была сомкнута. Сарказухи, как правило, были зеленовато-коричневого цвета, а их кожу покрывали черные пятна. Как и у большинства современных крокодилов, у них были остроконечные пластины, выступающие в качестве защиты против конкурирующих хищников, включая других сарказухов. Особое внимание современных ученых привлекает необычная выпуклость. На конце верхней челюсти сарказуха была крупная выпуклость овальной формы. Ее назначение до сих пор неизвестно, но существует два предположения на этот счет. По одной версии, это мог быть чувствительный орган обоняния. По второй, сарказух издавал с его помощью громкий рев, который приводил жертву в оцепенение. Каким же был образ жизни доисторического исполина? Что ж, некоторую информацию ученым все же удалось получить. Например, известно, благодаря своим огромным размерам, сарказухи имели привилегию охотиться на наземных динозавров. Расположение глазниц ящера говорит о том, что сарказухи охотились как крокодилы. Полностью погружались в воду, оставляя на поверхности ноздри и глаза. Говоря проще, охотились сарказухи по проверенному тысячелетиями методу. Сначала притворялись огромным бревном, после делали внезапный укус силой до 9 тонн. При этом выслеживали подходящую добычу гиганты весьма терпеливо, по многу часов подряд. Основу их рациона составляли рыба, земноводные и черепахи, а также динозавры, неосмотрительно зашедшие в воду. При удачном захвате ящеры старались затянуть их в воду, где имели явное превосходство. Хищники устраивали засаду и ждали у края или на поверхности воды, пока ничего не подозревающая добыча не подойдет слишком близко. Находясь на достаточном расстоянии, рептилия вырывалась из воды, чтобы атаковать и поймать испуганное животное. Сарказухи не могли поднимать голову, поэтому не умели расчленять жертву смертоносным вращением. Этот прием используют современные крокодилы. Схватив добычу, они вращаются вокруг своей оси, отрывая от жертвы крупные куски. Сарказух либо поедал пойманное животное целиком, либо расчленял его иным способом. Гиганта можно назвать в некотором смысле ленивым животным, потому что в случае, если он промахивался и не успевал схватить животное, как правило, он не пускался в погоню. Исключение составляли лишь мелкие или раненые животные, которые двигались медленно и не могли убежать от хищника. В этом случае сарказух мог воспользоваться шансом и попреследовать жертву в течение некоторого времени. По соседству с сарказухами обитали крупные плотоядные динозавры – зухомимы. Они питались преимущественно рыбой и теоретически нередко становились объектом охоты для сарказуха. Однако гигант нападал в основном на молодых особей. В поединке со взрослым зухомимом крокодиломорф мог и проиграть. Среди потенциальных жертв сарказухов также были и некоторые травоядные динозавры, например, уранозавры. В свободное от охоты время крокодил имел привычку греться на солнышке на берегу водоемов. Но если бы приблизились его враги, превышающие его размер, например, аргентинозавр, сарказух в целях безопасности поспешно укрывался в воде. Кстати говоря, сарказух далеко не единственный крокодил-гигант. В эволюции большой группы крокодилов и их родственников приступы гигантомании повторялись неоднократно. Возможно, отчасти это объясняется водным образом жизни, так как в воде массивное тело становится значительно легче. Тем не менее, пример динозавров показывает, что гигантизм был свойственен многим группам наземных рептилий. Так, например, известен Дейнозух – 12-метровый олиготороидный крокодил, живший 80 миллионов лет назад. Кстати говоря, в переводе с греческого «дейнозу» означает «ужасный крокодил». И имя не врет. Широкие массивные челюсти и огромные конические зубы гиганта, обитавшего в позднемеловое время в лиманах и эстуариях западного внутреннего моря Северной Америки, не оставляют сомнений в том, что он атаковывал все, что было хотя бы сопоставимо с его размерами. Как-то раз следы зубов Дейнозуха обнаружили на костях огромных наземных динозавров, относящихся к тому же семейству, что и знаменитый Тиранозаурус Рекс. В общем, размеры этого монстра были настолько внушительны, что ему по плечу была и лобовая атака. Еще один соперник Сарказуха – это ископаемый кайман Моуросухус из миоценовых отложений Перу, Колумбии и Бразилии. У этого огромного 12-метрового крокодила были широкие, плоские и очень длинные челюсти, усаженные мелкими коническими зубами. По 40 штук слева и справа на каждой челюсти. Эти челюсти были слишком хрупкими, а зубы слабыми, чтобы хватать и удерживать крупную добычу. Скорее он использовал их, чтобы процеживать воду, охотясь на мелкую рыбу или взмучивая ил в поисках донных беспозвоночных. Но все же иногда гигант охотился в том числе и на мелких динозавров. Ну и, конечно, стоит упомянуть элосмозавра. Это существо жило в последний меловой период, около 80 миллионов лет назад. Элосмозавр в длину достигал 14 метров, а его вес был более 2,2 тонн. Половина длины животного приходилась на его шею, которая насчитывала более 70 позвонков. Это больше, чем у любого другого известного сегодня науки существа. Но длинная шея являлась важной частью тела, которая могла высовываться далеко из воды, чего нельзя было сказать про сарказуха. Кажется, что такой большой объем массы должен сопровождаться мощными ластами. Но найденные в Канзасе окаменелости показали ученым, что таковых было всего четыре. Тело животного венчала небольшая голова, зато зубы были невероятно острыми. Питался ящер мелкими рыбами и моллюсками, делая резкие движения шейным отделом. Элосмозавр не имеет каких-то тесных связей с современными животными, но является далеким родственником рептилиям. Если вы верите в чудовище из Лохнесса, то это доисторическое животное может оказаться тем, кого вы ожидаете увидеть. В истории было чрезвычайно мало других существ, похожих на это. Среди палеонтологов, кстати, даже ходит легенда о том, как при реконструкции животного его голову поместили на конец хвоста, а не шеи. Однако, возвращаясь к сарказуху, рептилия была не только больше, чем современные крокодилы, но и жила намного дольше. Большинство крокодилов в дикой природе живут около 25 лет. Исследовав останки сарказуха, ученые определили, что на момент смерти ему было около 40 лет, причем он не был еще полностью взрослым. Согласно другим исследованиям, некоторые сарказухи могут легко дожить до 60 и более лет. При этом, в отличие от современных крокодилов, которые достигают своего полного взрослого размера примерно через 10 лет, сарказух рос на протяжении всей жизни, и поэтому к старости животное становилось невероятно огромным. Как же так получилось, что это водное чудовище вымерло? Что ж, во всем виноваты спинозавры – невероятно хорошо развитые плотоядные хищники, которые превосходно чувствуют себя в воде. Эти проворные и ненасытные ящеры и составили конкуренцию сарказухам, которые боролись до последнего, но 93 миллиона лет назад все-таки вышли из игры. Однако оценить по достоинству размеры этой плотоядной рептилии можно даже сегодня. А каменелый череп сарказуха, к счастью, не является редкостью. Увидеть его можно в разных музеях мира. Иногда перед посетителями красуется и цельный скелет. Это дает возможность каждому самостоятельно оценить размер и величие крокодила-повелителя и прикоснуться к истории планеты. Некоторые источники утверждают, что императорский сарказухус – самый большой крокодил в истории. Другие пальму первенства отдают дейносухус. Размеры их останков примерно сопоставимы, а находки новых, более крупных костей, то одного, то второго, рождают спор, в котором рано ставить точку. Наверняка многие задаются вопросом, кто же сегодня самый огромный ящер на Земле. Ответ на этот вопрос – нильский крокодил. Самый крупный крокодил в Африке, а в мире он лишь немного уступает гребнистому, да и то только в размере, но никак не в кровожадности. Нильский крокодил – вершина пищевой цепочки в местах своего обитания. Вырастает он в длину до 5 метров. Эти размеры вряд ли, конечно, можно сопоставить с размерами древнего исполина-сарказуха. Рядом с ним он скорее будет похож на игрушку. Однако, тем не менее, для нас с вами простых смертных, и этого будет достаточно, чтобы взять пятки в руки и побежать дальше, чем глаза глядят. Нильский крокодил едва ли не живьем пожирает бегемотов, носорогов, жирафов и даже львов. Как-то раз натуралисты зафиксировали один случай страшной бойни в Танзании, когда 4-метровый нильский крокодил затащил в воду самку черного носорога весом 2 тонны. Бой шел полтора часа, в результате которого ящер одержал победу. Дикобразов он поглощает прямо вместе с иглами, а антилопа и крупная рыба для его невероятно мощных челюстей словно семечки. Немаловажен и тот факт, что этот зверь относится к числу людоедов, он агрессивно нападает на человека и раздирает его на куски. Словом, если у Сарказуха и есть современный аналог, то это непременно нильский крокодил. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании.